Друзья, вы смотрите программу «Утро хорошего дня». Очередная новость прилетела к нам из Гродненского зоопарка. Там появились новые обитатели. Это кенгуру, сова и обезьянки. Особенность мартышек, к слову, в том, что они не только отличаются от собратьев с своих внешним видом, но и они вегетарианцы. В их рацион входят стебли, овощи, фрукты, орехи. У нас они впервые попробовали, чтобы вы думали, ну, конечно же, конечно же, картошку. Мы думаем, что наш корреспондент Виталий Гуменный обязательно расскажет о новых обитателях зоопарка. А пока узнаем, что он подготовил в этом выпуске. Здравствуйте! Мы находимся в Гродненском зоопарке, а это значит, что вас ожидает очередная история о животных, которые здесь содержатся. В год обезьяны Гродненский зоопарк постарался сделать так, чтобы здесь появлялись новые виды обезьян. И те животные, о которых будем мы рассказывать, это как раз новоселы, которые приехали в Гродненский зоопарк из Калининградского зоопарка буквально вот недавно, какой-то месяц-полтора назад. Это очень игривые животные, которые относятся к древесным обезьянам, то есть средняя обезьянка, называется Восточный колобус. Это мальчик и девочка, которые называются Аватар и Оливия. Чем они интересны? Они интересны тем, что живут в основном в таких разреженных лесах, в основном обитают и время проводят именно среди крон, и их основная пища, видите, я много раз говорю слово «основной» и «основная», потому что их образ жизни напрямую связан именно с растительностью. Там они прячутся, там они питаются, и естественно, что довольно редко спускаются вниз на землю. То есть основная пища – это, естественно, растительная. Кушают здесь в зоопарке и капусту, и морковку, и различные овощи. Здесь работники зоопарка познакомили их, что такое вареная картошка. Причем очень интересный такой был момент, что картошка сваренная в лупинах, то есть с кожицей, не привлекала их никаким образом. Как только ее почистили, обезьяны сразу признали это за еду и сейчас используют как лакомство. Помимо этого дают вареное яичко, дают творог и, конечно же, различные такие продукты, которые можно погрызть. Это орехи, это, естественно, арахис, это грецкий орех. Но грецкий орех приходится пока лущить, потому что они молодые, еще совсем им до годика, и, конечно, еще у них нет навыка, чтобы этот твердый орех разгрызть. Поэтому им дают уже чищенные орехи. Семечки, которые они лущат сами, ставят им компотики, чистую водичку. Вообще это очень игривые, очень живые обезьяны, которые все время проводят в движении. И именно вольер нужно было оформить таким образом, чтобы было очень много различных таких приспособлений, которые позволяют им лазить, прыгать, гоняться друг за другом. Вот такой очень интересный и необычный для экспозиции зоопарка новый вид обезьян появился здесь. Приходите, посмотрите. А у нас на этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова